Екатерина Беспятых. Ресурсный тайм-менеджмент для женщин. Читает автор. Тайм-менеджмент для женщин. Плохая новость. Время летит. Хорошее. Вы в кресле пилота. Билл Квейн. Мужчины часто спрашивают меня, а что, существует тайм-менеджмент для женщин? У нас же вроде методики одинаковые и принципы планирования дня и недели одни и те же. С точки зрения мужчин никаких отличий и разницы нет и быть не может. И почему-то не все вспоминают о том, что женщины более эмоциональные, что у нас есть гормональные дни, на которые мы не можем не обращать внимания. И что, конечно же, как правило, в семье в основном женщина занимается бытом и детьми. Процентов на 80, а то и на все 100. Это неплохо и нехорошо. Это данность, с которой мы, женщины, должны считаться. И подход к нам, с точки зрения психологии, нужен другой. Женщине все-таки сложно быть суровым достигатором по жизни. Мужчине в этом плане проще. Для них охота на мамонта – норма и приоритет. А для нас в планировании – главное – ресурсное состояние и гибкость. В эти понятия входит возможность откладывать дела, менять расписание, восстанавливать себя, выстраивать свою жизнь не потому, что надо, а потому, что хочу. А ведь как часто в самом раннем возрасте нам все наши «хочу» обрубают на самом корню. И потом женщина, даже в 30-40 лет, не может, не оглядываясь на социальные роли и рамки, на голоса родных и знакомых, определиться и понять, а что же хочет именно она. Тема, с одной стороны, легкая, а с другой – не очень. Но если разобраться и поставить свою жизнь для себя на первое место, то может и правда начаться настоящая жизнь мечты. Но обо всем по порядку. Я родилась и выросла в Тольятти, в обычной семье, где было много любви, поддержки и внимания. В 20 лет меня пригласили на работу в Москву на один месяц. Но как это часто бывает, где месяц, там и два, и три. И вот уже больше 10 лет я живу в Москве. Здесь я получила высшее образование и прошла десятки профессиональных курсов. Все мое образование связано с управленческой деятельностью. В 22 года я уже была руководителем отделов косметической компании. Тогда я поняла, что карьеру можно построить в любом возрасте. И раз уж у меня получилось это сделать сейчас, получится и позже. И я решила, что хочу быть многодетной мамой. Еще я начала путешествовать и уже посетила 34 страны. Я была на разных континентах, купалась в океане в Лиссабоне, загадывала желания у Эйфелевой башни в Париже, смотрела на колизей в Риме, обнимала слонов в Таиланде, готовила настоящие хинкалии в Грузии, кормила жирафов с руки в Дубае. И я не собираюсь останавливаться. Одна из моих целей – посетить все страны мира. Я знаю, что звучит это немного безумно. Моя социальная роль – жена. Мы с мужем 10 лет вместе, и у нас трое детей погодок – Платон, Милана и Данил. Мы часто называем их в шутку мини-группой яслей, потому что их возраст – один год, два с половиной и четыре с половиной года. Обычно, когда я рассказываю о себе, у всех появляется один вопрос – как можно успевать быть руководителем, вести свой блог, получать образование, путешествовать и при этом еще рожать детей. Чаще всего я слышу – как ты все успеваешь, как у тебя все получается, как тебе удается совмещать карьеру и материнство, где ты берешь энергию и силы. И только несколько лет назад я поняла, в чем моя особенность. У меня есть своя авторская система тайм-менеджмента, которая помогает мне достигать огромного количества целей и при этом оставаться вдохновленной, наполненной и счастливой женщиной. Со времен школы, то есть уже больше 15 лет, я читала и изучала абсолютно все о тайм-менеджменте на русском и английском языках, проходила различные курсы и по крупицам выбирала самые действенные методики и упражнения. Я тестировала на себе разные техники для того, чтобы отобрать лучшее. Я проходила все – подъемы в 4 утра, составление списков на день, жизнь без задач и целей, работа по таймеру и многое другое. Вы даже не представляете, сколько разнообразных методик есть на сегодняшний день, и большую часть я протестировала на себе. Могу с уверенностью сказать, что собрав лучшие упражнения и добавив свои наработки, у меня получилось создать уникальную авторскую систему женского тайм-менеджмента, аналогов которой нет. Именно этим я и начала делиться с людьми, находясь в декрете. Тема выстрелила. И из автора маленького блога на несколько сотен человек я превратилась в создателя методики. Побывала в качестве эксперта на ключевых федеральных каналах страны. Выступала в концертном зале «Крокус Сити Холл» на 6 тысяч человек. Проводила курсы и марафоны, в которых участвуют по тысяче человек в потоке. Печаталась в глянцевых журналах. Проводила свои мастер-классы в Москве и Лондоне. И я точно знаю, что это только начало. А сейчас я хочу пригласить вас в это увлекательное путешествие к жизни вашей мечты. Я расскажу о самых действенных техниках и методиках. А от вас нужно только одно. Следовать им и наслаждаться изменениями в своей жизни. И, конечно, открыть свое сердце переменам. И хотя бы раз в жизни попробовать. А вдруг и правда получится создать жизнь мечты. Семь шагов к жизни своей мечты. Система женского тайм-менеджмента – это комплекс упражнений, техник и методик, выстроенные по шагам. Применяя этот комплекс, вы сможете подружиться со временем, научитесь планировать не на один день, а на пять лет вперед. И выстраивать списки дел на день, исходя не из мыслей «срочно, немедленно, сейчас», а руководствуясь долгосрочными целями на год. У вас будет построена цепочка – один день, пять лет, чтобы любое действие, совершаемое сегодня, несло смысловую нагрузку для вашей будущей жизни. В этой системе есть семь шагов, которые мы будем последовательно рассматривать в каждой главе. Теория, примеры и, естественно, домашние задания. Ведь одно дело – прочитать, а другое – использовать полученные знания. Я буду рада, если хотя бы один из инструментов вы встроите в свою жизнь. Ну а внедрив весь комплекс, вы рискуете действительно кардинально изменить свою жизнь. Коротко опишу, о чем мы будем говорить в каждой главе, чтобы у вас сложилась целостная картина предстоящего пути. Глава первая. Анализ себя. Нарисуй колесо женского баланса. Здесь вас ждет методика по определению исходной точки А – начало вашего пути, того, что у вас есть сейчас. Глава вторая. Ресурсное состояние. Поставь себя на первое место. В этой главе мы будем учиться ценить и любить себя. Но и здесь не обойдется без практических упражнений и психологии. А еще узнаем, зачем быть в ресурсе и сможем восстанавливать себя в любой момент жизни. Глава третья. Стратегическое видение. Стань режиссером своей жизни. На третьем шаге мы подключим одно из моих любимых упражнений и начнем с вами мечтать и создавать жизнь своей мечты. Будем учиться слышать и слушать себя, вспоминать свои детские желания и реализовывать их. А еще, наконец, точно определимся, куда же мы хотим прийти. Глава четвертая. Мечты. Смоделируй свой идеальный день. Посмотрим, что можно уже сегодня изменить в своей жизни, чтобы почувствовать себя значительно лучше. Начнем с какого-нибудь маленького изменения, которое можно внедрить в жизнь и которое может привести нас к большим целям и достижениям. Разберемся со своими мечтами и научимся правильно их загадывать. Глава пятая. Матричное планирование. Как воплотить мечту в жизнь. Я поделюсь своей секретной методикой, благодаря которой мы с вами легко распределим все ваши мечты и цели по годам и месяцам. Мы, наконец-то, научимся не просто делать огромный список, а сможем на карте всей жизни спланировать гармоничное развитие и достижение целей. Уточним, какие изменения мы хотим внести в жизнь в ближайшие пять лет. Глава шестая. Технологии планирования для женщин. Маленькие секреты больших достижений. Конечно же, нам не обойтись без конкретных методик планирования дня и недели. Вы узнаете реально работающие техники, как в течение дня успевать больше и как найти 25-й час в сутках. Глава седьмая. Делегирование и оптимизация. Как остановить день сурка и расслабиться. На нашем пути планирования жизни своей мечты нам не обойтись без помощников, поэтому в последнем шаге мы научимся делегировать рутинные неприятные задачи и оптимизировать регулярные дела. И самое главное, сможем все чаще оставлять себе только приятные задачи. Изучив эти семь шагов, вы сможете построить жизнь своей мечты или, как минимум, взойти на первую ступень по направлению к целям. Да, придется немного потрудиться. Недостаточно лишь прочитать. Нужно будет выполнять задания. Но я обещаю вам, что все они будут приятные и, что важно, эффективные. А в конце книги вас ждут два бонуса в виде дополнительных материалов. Как все успевать, если ты мама и работающая бизнес-леди. У меня есть практический опыт, поэтому я смогу вам быть полезна. И есть еще один секретный подарок, но раскрывать его раньше времени я не буду. Итак, приглашаю вас в увлекательный путь к построению жизни своей мечты. Любое дело важно начинать с анализа себя и определения отправной точки. Это относится к чему угодно. Составление оздоровительной программы или гардероба мечты. Начало построения карьеры или бизнеса. Создание семьи. Все подходит для того, чтобы проанализировать, в какой точке я сейчас нахожусь. Какие у меня есть ресурсы. Создание женской системы тайм-менеджмента я предлагаю начать с изучения себя и своих исходных данных. Ведь мы с вами не начинаем изучать иностранный язык, пока не поймем, на каком уровне мы находимся. Мы сначала пройдем тест, пообщаемся с учителем, только потом приступим к занятиям. Ведь невозможно дать одинаковую программу новичку, который не знает и десяти слов, и человеку, который владеет языком на хорошем разговорном уровне. Или возьмем, к примеру, тренировки в спортивном зале. Эта тема мне близка, так как сейчас я активно занимаюсь восстановлением своего тела после третьих за пять лет родов. Как вы думаете, что самое первое я сделала в зале? Пошла к персональному тренеру и врачу, чтобы определить, какая форма у меня сейчас, в каком состоянии находятся мои мышцы, сколько у меня воды в организме, какое соотношение массы тела и роста. И только после того, как была получена полная картина моего физического состояния, мы с тренером стали составлять программу тренировок и питания. Конечно, можно обойтись и без такого серьезного подхода, но вряд ли это будет так же результативно, ведь план, разработанный с учетом индивидуальных данных, работает лучше. Ну и последний пример. Вы хотите съездить на выходные в другой город, забронировали отель, собрали вещи, заправили машину бензином. Что вы сделаете перед тем, как отправиться в путь? Правильно, вы построите маршрут на навигаторе. И самое первое, что вам понадобится для этого, координаты того места, где вы сейчас находитесь. Вот и мы с вами начнем с анализа себя. Попробуем несколько упражнений. Посмотрим на себя с разных сторон. И, наконец, определим нашу исходную точку А. Потому что для того, чтобы успешно прийти к своей точке Б, нужно прямо сейчас определить, а какие у нас есть ресурсы – материальные, временные, психологические, в каком состоянии мы находимся, какие задачи стоят сейчас перед нами. Начиная писать эту книгу, я сделала анализ того, что есть в моей жизни – работа, образовательный проект, трое детей, супруг, написание статей в глянцевые журналы, выступления и 2-3 часа свободного времени, которое я могу инвестировать в написание книги. Правда, признаюсь честно, тренировками в спортивном зале пришлось пожертвовать, но сразу же после сдачи книги я планирую к ним вернуться. Также по всей книге вам будут встречаться отзывы от моих учениц, которые проходили различные марафоны и курсы. Они будут добавлены практически в каждую голову. Инга Коптелова, Тверь. Никогда в своей жизни я не анализировала себя. У меня были планы, цели и мечты, но я никогда не задумывалась о том, чтобы проанализировать, а что же все-таки есть в моей жизни. Наверное, потому я и набирала себе ворох новых дел и задач, несмотря на то, что у меня уже время было забито под завязку. Только после упражнения с колесом женского баланса я научилась некоторым сферам своей жизни говорить «нет». Для анализа себя мы воспользуемся довольно известной техникой – колесо баланса, которую применяют в тайм-менеджменте, личностном росте и различных психологических тренингах. Я почти каждый месяц прохожу новое обучение и очень часто встречаю это упражнение. Так как колесо баланса подходит для женщин не идеально, я его оптимизировала, поменяла некоторые сферы жизни, добавила свои и создала колесо женского баланса. Им я пользуюсь уже много лет. Когда мне нужно понять, на каком этапе сейчас нахожусь, я начинаю его рисовать, анализируя и оценивая каждую сферу по десятибальной шкале.